Такой нежный вкус, нотки говядины, томата, бальзамический нот, который ты не будешь съемать. Да, и вот шикарный вот этот крен-пэйш. Так, всем привет, я в Таге, делаю секретную съемку. Смотрите, мы дошли в магазин, здесь оказывается можно поднести карточку, если она у вас есть, отсканировать, и вы берете вот такую штучку, это такая штука, вы вставляете ее в тележку. А, то есть мы, получается, мы сейчас отсканируем каждый продукт, который будет в тележке, и потом уже все, мы подойдем, только оплатим, в общем, до чего дошел прогресс. Отберете йогурт, так, чик, все, здесь уже все высветилось, сколько он стоит, то есть вы даже сразу можете контролировать, какой у вас общий чек получается, складываете в тележку, и все, у вас уже никто ничего не будет проверять. Ну, естественно, нельзя обманывать, потому что если вы обманываете, то у вас сразу за секунд, что вы обманываете. Все, теперь уже проверка у нас идет. Ну, все, от вашей схеме нужно выходить. Нужно выходить. Подсканируется сканером, чтобы мы ничего не украли. Все, мы вот сюда приходим, ставим тележку, подходим. Это карточку ты приложил, да? Да, это что-то не будет. А, карточку свою прикладываете. А здесь прям можете выбрать, сколько вы сумок берете, и все, и оплата, да, теперь? Да, да. Наличная оплата? Да. Все. А где нас просканировали? Там еще просканировали? И все. Всем привет, я в Праге, и я иду на встречу с своими девчонками. Меня папа закинул в центр города, и здесь такая улочка, сюда я даже не уверена, что можно заезжать на машине, может только поспеть с разрешением. Я вот иду, надеюсь, что в конце пути будет ресторан. До ресторана я пока не дошла. Она, видимо, где-то в стороне, но дошла до прекрасной площадки с хорошим видом на всю Прагу. Справа вот уже здание, комплекс Пражского града. И на входе, обратите внимание, проверяют ваши личные вещи, досмотр в связи с опасной ситуацией в мире. Все, подошла к другой стороне, здесь тоже не менее хороший вид, и нашла вместе с этим ресторан. Там, кстати, виноградники, и это тоже все виноградники внизу. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И, пожалуй, продолжу рассказ уже внутри Все, я уже внутри Я самая первая Надеюсь, что скоро все подойдут Вот так выглядит ресторан изнутри Это только его одна часть Это терраса Внутри еще есть залы отдельные небольшие Вот, посмотрите на этих людей Которые опоздали на 20 минут Где вы были? Где вы были? Я искала Галуга Паркова А почему ты на машине? Посмотрите на этих людей Которые опоздали Так, мы в ресторане не просто так У нас тут фестиваль еды И нам должны принести три блюда То есть фестивальная программа Включает три блюда Два бокала вина и воду И первое, что нам принесли И танцы потом от Даши И первое, что нам принесли Это не включено в программное меню Это просто как элемент от шеф-повара Да, так что приступим Вы уже попробовали кто-нибудь? Нет Нет? А, хорошо Такой нежный вкус Нотки говядины Томата Бальзамический нотка Бальзамик, который ты не перебросил Да, и вот шикарный Крэм-райс Это суп с раком И он очень приятно пахнет Девочки фотографируются Улыбочку Еще раз Все, приступим Сиськи Где сиськи? Сиськи Все, следующее блюдо Мясо с картофельным пюре Картофельного пюре очень много Теперь я буду дома всегда делать Такую порцию картофельного пюре Это нам принесли десерт Десерт с манго, вишней Смотри Поздание Дашка с ними Так что это завтра Мы собираемся Скажи нам пару слов, пане Было нам потешение И потом делают Ну, только качество Никто не знает Какое Сумие Белка А, наверное, будет не видно Блин, 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 блин Блин, она там есть Еще есть Девочки, вам понравилось, Дарья? Очень понравилось Очень вкусно Особенно мне понравился десерт Такая советская корзиночка Я просто была Вот этот фестиваль называется Гранд ресторан фестиваль И я была три Вот сейчас был третий раз Я до этого была В не менее хороших ресторанах Вот И до этого, скажу честно Вот в одном ресторане Мне точно понравилась еда Больше Мы были, я помню, с Женей В ресторане Блинет И там тоже было неплохо Правда, я не пила вино Потому что была с рулем Вот Здесь еда была Я не могу сказать, что она была божественная Но она была очень и очень достойная На самом месте И получается за 600 крон Это где-то 25 евро Да, Дарья? Угу 25 евро У вас три блюда И два бокала вина И вода Иначе вы в этом ресторане За эти деньги Купили просто одно блюдо И бокал вина И всё Девушки, вы часто ездите на метро? Ну вот, да Машину продала Поэтому очень часто Тебе нравится метро? Машину продала Два года назад Да, поэтому я тоже езжу А мне нравится метро пражское Здесь очень всё удобно устроено На самом деле А как, кстати, у вас не это? Не напрягает Чехия? Нет 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 У меня последнюю неделю так живут Потом я переезжаю Расскажи, куда ты переезжаешь Я переезжаю в горную страну Это не Швейцария Ну, вы, наверное, подумали, что это Швейцария Буду почти зарану Продавать шешки Кстати, очень хороший, выгодный бизнес Ну, баран, да, овечи Нет, Прага на самом деле очень удобная Здесь, наверное, из всех европейских городов, в которых я была Самый удобный транспорт Как по мне Все понятно Я согласна, да Метро, трамвайчики Все по расписанию Понятно Все написано, как билеты покупать Потому что вот недавно мы были в Мюнхене Пока мы там разобрались, на сколько купить Это было очень сложно Вот Прага чистая достаточно У меня ничего не бесит Я не бесит только цыгане, которых здесь много И бездомные Вот, например, в горной стране, в которую я поеду Там нету пьяных людей То есть, если здесь ты можешь встретить много пьяных на улице вечером Пьяных кого? Пьяных чехов? В принципе, туристов пьяных, ирландцев, англичан Ну, знаете, вот в центре бывают девчонки выходные А, например, в горной стране Там нету такого Это прикольно Там нет туристов, а местные не пьют В общем, в принципе, Прага очень комфортный город для житья А не жалко уезжать, например, из Праги в Ереван? В горную страну? А, да, я звучала Вообще звучит страшно, но На самом деле нет Вот я там была уже очень-очень много раз И, например, я постоянно привожу один и тот же пример, девчонка Может, вы уже слышали Что если бы мне, например, сказали, что мне надо жить в Риме Хотя я Рим люблю в плане достопримечательностей и так далее Но как вот город сам, он мне не комфортен А вот Ереван, он маленький Там можно договориться Нет, я как бы нормально как-то Ну, из-за любви Нет, ну, как бы... Наверное, привыкаешь к этой мысли Я тебя понимаю, я из-за любви живу на встрече, да? Из-за любви, да? Любовь зла Спасибо, продолжим Массаж 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 Видите, как важно снимать постоянно В общем, мы приехали через Веку и просили разведение Это название Звабы и Вита Вот, там название И мы любим разведение Здесь ресторан Вот мы сейчас сидим на первом этаже здесь ресторан А внизу, там дискотека Всегда много людей Всегда шестарсу Латину И Здесь, кстати, афро-американцы Да Жарко там, что-нибудь, девчонки Вот И мы здесь будем продолжать праздник Все, можешь танцевать Кто это пришел? Это невеста А это? Это тоже невеста Они такие водные, но тоже невеста Но надо, чтобы оно чуть как бы обвисло Потому что оно как бы... Знаешь, пусть уже нигде ничего не обвисает Лучше в нашем-то возрасте А Юлька пригрустила Она хоть и не невеста Но у нее миллион поклонников Она нам все это купила Мы тут проголодались И решили заказать себе еще еду Цезарь с курицей, цезарь с креветками И карпаччи, которые, в принципе, только что принесли Но вот она уже почти закончилась Пустой бокал Совет от меня Да Если хотите быстрого действия алкоголя Благодарю вас Натка Вот ты живешь в Чехии всю свою создательную жизнь Вы переехали, когда тебе было 4 года Да, верно И ты уже получила даже чешское гражданство Так что можно тебя называть чешкой Хорошо Хорошо И вот как ты считаешь Ты чувствуешь вообще разницу между русскими и чехами? И в чем ощущается эта разница? И что ты любишь в чехах, и что ты не любишь в чехах? Ну, так как я здесь долго живу, то мне как бы тяжело прям уж так судить Но, в принципе, я как бы, мне здесь нравится Как бы с чехами я общаюсь свободно Единственное, что иногда мне Или как бы меня как бы чуть-чуть бесит их менталитет Например, вот я до сих пор не понимаю Как можно собрать вечеринку на свой день рождения И теперь каждый будет платить сам за себя Вот это я не понимаю, например, да Вот такие вещи, которые мне как бы непонятны И я, наверное, мышлю как бы все-таки по-нашему, по-русскому, по-грузинскому Потому что как бы это, ну, что-то такое А Чехия? Вот что... Есть какие-то вещи, которые тебе, например, в Чехии не нравятся? Вот что... Ты если сравниваешь там, не знаю, с какими-то странами, другими Вот ты бы сказала, что вот, там, не знаю В другой стране вот это хорошо, а в Чехии не так хорошо Или в Чехии тебя все устраивает? Меня все устраивает Мне нравится здесь архитектура Мне нравится город, мне нравятся люди Я как бы к ним привыкла, в принципе, одна из них Так что могу сказать, и все Мне не нравится, как чехи громко сморкаются Да, мне обещают Это да, это правда Это не просто культурно, это меня бесит, да Я даже на работе, когда разговариваю с кем-то по телефону с Россией, например, и мои коллеги сморкаются Я вынуждена закрывать трубку телефона, потому что просто могут не понять Девочки не прекращают перекусывать И пришел десерт по очереди Это что? Шоколадный там, да С мороженым И с клубничкой А у Анатолки? У меня Этот Крем-брюле С аплесином И с писташкой Ммм Я сегодня мотаюсь по делам И в Праге очень-очень холодно Опять я замерзла И зашла сейчас перекусить И рядом с рестораном Гвердла Не ходит хатап Несплатно Не ходит хатап Несплатно И до сих пор У нас есть Матер И до сих пор За погодных историй в Сахи меня задерживает рейс на неопределённое время лопа. И я, конечно, очень расстроилась, потому что вообще непонятно, что делать, сколько ждать, информации нет. Информация будет только через 2 часа после вылета. Но приятный бонус, что мне сказали где-то спустя час после задержки, что всем пассажирам предоставляется рейс на 160 крон. И также, когда я получала рейс, мне порекомендовали ресторан на втором этаже. Я все это сняла, можете посмотреть. И какие там расценки? Вообще, в принципе, любой человек может пойти в этот ресторан и прикусить. Начиная от 80 крон до 80 крон, это где-то 3 евро. Я взяла еду за 4 евро, то есть я шиканула. Вместе с этим я взяла воду и бокал вина. И мне все это обошлось где-то евро в 6-200 крон. Так что всем рекомендую. Учитывая, что так, цены по честному аэропорту красному аэропорту очень высокие. И не раз возьму эту воду за 100 крон. А здесь у меня главное блюдо обошлось тоже 100 крон. Все, с трехчасовым опозданием я наконец сижу в самолете. Интересно, что пассажиров всего 10 человек и 1 ребенок. Маленький самолете больше. Ну, надеюсь, что уже скоро выйдем опять. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok